Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И на днях мы выложили у себя на канале ролик под названием «Существует ли динамическое давление?». Если вы еще не смотрели его, я очень рекомендую вам его посмотреть по ссылке под этим текущим роликом. Этот ролик был посвящен истолкованию слагаемого ровая квадрат пополам в уравнении Бернули. И я думал, что в этом месте уже все прояснено, но по комментариям под роликом я вижу, что окончательного понимания у многих наших подписчиков еще не наступило. А это значит, что нужно в этом месте пытаться объяснять дальше с надеждой, что когда-нибудь мы все эти наши объяснения, эксперименты соберем в один большой ролик под названием «Закон Бернули». И уж там все будет понятно. А сейчас мы еще раз посмотрим на уравнение Бернули. И вот я здесь написал уравнение Бернули аж в трех эквивалентных формах. Но прежде чем глядеть на эти формы и тем более водить по уравнению рукой, я должен еще раз сказать, что уравнение Бернули в таком виде применимо для стационарного потока не сжимаемой, не вязкой идеальной жидкости. Ну или немного сжимаемой, но тогда приближенно. Или ну вот немножко вязкой, но все-таки вязкостью можно пренебречь, правда начитать поток ламинарным и так далее. Вот в этих ограничениях. И в нем идет речь о том, что вдоль одной линии тока, а при стационарном потоке у нас именно линии тока появляются, вдоль которых текут одна за другой эти частицы жидкости, выполняется вот такое соотношение. Рожа h плюс ρv в квадрате плюс p есть величина постоянная. Ну или если хотите, можно в таком виде записать. Выберем одну точку на этой линии тока, другую точку на этой линии тока и скажем, что это выражение в первой точке, вот я здесь индекс и поставил рожа h1 и так далее. И значение этого выражения в другой точке на этой же линии тока, эти два значения равны. Ну или вот так. Изменение вот этой величины, дельточка это показал вдоль линии тока, равно нулю. Ну и начинаем мы теперь глядеть на эти члены, видим первое слагаемое. Рожа h такое знакомое искусство гидростатики седьмого класса и в этом месте я говорю, и это не гидростатическое давление. Почему? Потому что гидростатическое давление, мы вообще тогда вниз отсчитываем h, сверху вниз и оно растет с глубиной. А здесь h это высота, отсчитываемая вверх. Ну или вниз, тогда отрицательная. От некоторого уровня, который мы приняли за нулевой. И вот это слагаемое рожа h это плотность потенциальной энергии, или так сказать, энергия на единицу объема этой жидкости в поле силы тяжести. Ну потенциальная энергия в знакомом виде mgh, если объем единичный, то масса равна ρ. Значит это потенциальная энергия. ρ в квадрат пополам, это конечно кинетическая энергия, даже если ее иногда называют динамическим напором, а некоторые даже вот этим самым динамическим давлением. Но это не давление, как и вот это не давление. Это потенциальная энергия, это кинетическая энергия. И тут мы доходим до третьего члена, где написано p. И p это же конечно давление, но даже про него я скажу, что будучи давлением вот здесь в этой формуле, оно в каком-то смысле тоже не давление, хотя конечно давление. А p здесь есть потенциальная энергия все той же единицы объема в поле сил давления. И вот об этом надо поговорить еще отдельно. Ну и вот, некоторые люди почему-то считают, что p это энергия упругой деформации единичного объема жидкости. Но это тоже не так. Ведь мы рассматриваем здесь модель не сжимаемой жидкости или очень слабо сжимаемой. И говорить об ее упругой деформации в этом смысле не проходится. Ну вот я тут в шарик залил какой-то объем воды, я могу менять форму этого объема, делать его таким плоским, то вытянутым. Но объем при этом самой воды практически не меняется. Вот это нужно себе представлять и понимать. Что же тогда такое p в этой ситуации? Ну вот представим себе, что у нас течет некая жидкость. Ну и течет она из области относительно низкого давления p1 в область более высокого давления p2. И рассмотрим такой объемчик, который в ту сторону движется, но быть может меняя свою форму. здесь у нас имеется постепенный рост давления. Градиент в ту сторону направленный. А это означает, что на этот объемчик, я вот его специально таким сделал прямоугольничком, с той стороны справа будет действовать большее давление, чем слева. Ну и соответственно, представляем себе, что это объемчик такой цилиндрический. Чтобы его в ту сторону сдвигать, надо будет работать против разницы вот этих сил давления. Все время сдвинули дальше, если градиент давления есть, то дальше приходится эту работу совершать. И работа, которую мы совершим над единичным объемом, переместив его из области p1 с давлением p1 в область с давлением p2, как раз и будет равна разности давлений p2 минус p1. И в этом смысле вот этот член, он тоже говорит про работу и про энергию, про потенциальную энергию, только теперь не в поле силы тяжести, как первый член, а в поле вот этих сил давления. Мы перемещаем из области низкого давления в области высокого. Совершаем работу, ну и если мы туда, так сказать, перемещаемся, то это же за счет какой-то энергии происходит. Ну если у нас все на одной высоте этого члена нет, жидкость тормозится, ее кинетическая энергия уменьшается, вот эта слагаемая, а потенциальная энергия в поле сил давления возрастает, вот эта слагаемая растет. Ну и вот именно таким образом и надо смотреть на это уравнение. Еще раз помнить при этом о том, что в таком в точности виде мы это уравнение записали для несжимаемой жидкости, это стационарное течение ее. Мы рассматриваем движение вдоль одной линии тока, вдоль другой линии могут быть ситуации, когда у нас как бы там вдоль другой линии как бы свое уравнение записанное и константы вдоль двух разных линий тока не равны. Ну в общем это уже надо смотреть. Иногда бывает, что равны. Но как бы вот понимание, оно основано на идее, что все три слагаемые, даже вот это в каком-то смысле конечно, это не давление, это энергии единицы объема несжимаемой жидкости. Надеюсь, что я сумел это каким-то образом до вас сейчас донести. Ну пишите свои комментарии, конечно, к ролику. Но попробуйте все-таки понять, прежде чем не соглашаться, это будет очень полезно. От сейчас спасибо вам за внимание.